Открылся в Москве, в Новороссийске. Принял решение просто дома сидя за компьютером. Реальность превосходит ожидания. Ехал на точку, наливал кучу кофе. Вырос до уровня владелец сети кофеин. 100% уверенности, что это дает результат. Привет, ребят. Меня зовут Константин Кузьминых. Я являюсь основателем сети кофеин Take & Wake. Мы развиваемся в формате кофеин самообслуживания и кофеин с бариста по всей России. Сегодня мы находимся в городе Сочи, где будем рассматривать историю успеха нашего действующего партнера, у которого сейчас 6 кофеин самообслуживания. Он начинал из Москвы, потом ставил кофеиню в Новороссийске, а теперь все кофейни сконцентрировал в городе Сочи. Посмотрим, с чего он начинал, как этим бизнесом занимался, как выглядит день владельца сети кофеин и как выглядит день управляющего кофейни. Сколько этот бизнес зарабатывает и как вообще себя чувствует владелец кофеин самообслуживания, которых уже 6 штук. Давайте знакомиться с Дмитрием. Итак, Дмитрий, привет. Привет. Рад видеть. Первый мой вопрос, который я хотел бы задать тебе, это как вообще, в принципе, началась твоя история? Как ты принял решение, чем ты занимался тогда? Как принял решение вступить в этот бизнес? Как все начиналось? Ну, будучи в работе по найму, я давно обратил внимание на вашу компанию, на то, как вы открываете именно кофейни с бариста. Смотрел-смотрел, грубо говоря, слюнки пускал, да, а потом, когда уже увидел, что есть возможность, ну, начать с минимальными вложениями, в принципе, с минимальными рисками. А я, насколько помню, ты начинал с двух кофеен, правильно? Да. Две кофейни. А откуда ты взял финансы? Ты накопил тогда или кредит, или как, откуда деньги были? 50 на 50. Часть свои, часть, да, кредиты были. Кредит, получается. А как вообще решился именно на две? Почему не одна? Почему не три? Почему именно две решил? Если бы была возможность, я бы, наверное, взял сразу три, ну, потому что одна, это как-то не почувствуешь эффект. То есть нужно было такое количество, которое сразу ты поймешь, то или не то. Ну, две – это минимум просто. Ты тогда находился в Москве и планировал развивать бизнес в Москве. Какие цели сразу ставил перед собой? Ну, целей, наверное, конкретных не было каких-то, тем более по прибыли. А по количеству кофея, ну, я точно знал, что их будет не две, а больше. Так как в тот момент я уже, в принципе, жил не в Москве, а у меня отца бизнес там свой, поэтому изначально я планировал как минимум одну стойку там оставить у него на, ну, как бы на территории, вот, а одну стойку забрать сюда, в Краснодарский край. Вот, ну, там не очень хорошо пошло, и поэтому я ту тоже забрал сюда. По-моему, ты двигался Москва, Новороссийск и только потом Сочи. Да. Как это вообще происходило? Расскажи немножко историю. Как вышло так, что ты открылся в Москве, в Новороссийске, что-то там, по-моему, перестановки какие-то были, и потом только Сочи. Новороссийск, красивый город, решили там посесть. Вот. Ну, все равно, как бы, источник дохода – это главная причина, которая может тебя сдвинуть с одного в другое место. И поэтому, когда я начал поиски в Новороссийске, я понял, что там с кофейнями очень туго в плане найти удачную локацию, потому что там очень много кофейн, там реально просто очень много, я даже не думал, что такое возможно. И поэтому там поиски где-то в течение там нескольких месяцев в принципе не увенчались успехом. Мы приехали в Сочи, ну, и здесь, ну, это все пошло комфортнее в плане поиска, и поэтому приняли решение остаться здесь. Как вообще сейчас поменяла твою жизнь история с кофейнями самообслуживания? Что изменилось в жизни? Теперь ты владелец шести целых объектов. Семи. Семи объектов. И что сейчас? Оправдались ли ожидания? Живешь ты на деньги с кофейнцами самообслуживания? Ну, вот эти последние два года, они были такие очень активные. И вот если сейчас остановиться, просто посмотреть на это все дело со стороны, ожидания оправдались. Результатом я доволен. Ну, как бы, конечно, есть потенциал роста, и поэтому я буду дальше двигаться. Но сейчас, да, живем на кофейне. Ну, самый большой плюс – это, наверное, свобода в быту, в передвижениях каких-то. Можно отвлечься от бизнеса, ну, когда есть люди, которые тебе помогают в этом. Когда ты работал по найму, сколько времени у тебя уходило на работу? И вот сейчас сколько времени ты тратишь на управление своим бизнесом? Когда процесс уже настроен, и кофейни, ну, не доставляют каких-то хлопот, которые выходят за рамки обслуживания технического, можно на выходных садиться, подводить какие-то итоги за неделю. Ну, это, может быть, занимает, там, пару часов. Два часа в неделю. При этом до этого ты работал по найму, и это классическая работа была, там, 8 часов. Да, это классическая. Это два часа в пробках. В один конец, ну, в Москве, там, 8-часовый рабочий день, в 5-е заканчивал, и точно так же два часа назад никакой поел и спать. А удалось уже что-то вспомнить, какую-то самую интересную, там, покупку, может быть, на деньги с кофейницей, самообслуживанием, что-то уже интересное получилось на деньги от этого бизнеса именно приобрести? Просто на жизнь, а таких прям крупных пока не было. Ну, надо, я согласен, да, это та галочка, которую нужно закрыть, чтобы от души почувствовать результат. Открывал ты кофейни одну за одной уже потом на деньги с этого бизнеса? То есть ты реинвестировал или еще привлекал где-то деньги? Как ты пришел к шести кофейням? У меня был, в принципе, задел в плане, ну, личные кредитные деньги, две кофейни. Я взял, как бы, это тот минимум, который я уже обозначил, проанализировал, и уже была возможность. То есть я понимал, что, в принципе, в тот момент это были такие, ну, подушки безопасности, а потом, когда я уже стал более-менее уверен, я на эту подушку еще докупил, ну, стал докупать кофейню. То есть у тебя еще был запас, ты на них? Плюс потом начал уже немножко реинвестировать, но в основном это именно, купил какую-то кофейню чисто с денег с этого бизнеса? Ну, здесь уже сложно, наверное, сказать, потому что уже такой, ну, как бы, кэшфлоу, можно сказать, да, туда-сюда эти деньги переливались. Ну, я думаю, это последнее, наверное, скорее всего, вот как раз с этих денег бывает. А сколько из семи уже ты окупил? В плюсе получилось чуть больше миллиона, и уже там накопился плюс один на один где-то. Давай теперь посмотрим на эту локацию и расскажи вообще, я так понял, что большинство локаций у тебя плюс-минус похожи в жилых домах. Ты расскажешь, как ты вышел на эту локацию, что она себя представляет вообще? Ну, это интересная история, потому что в тот момент, когда я занимался поиском активно, ездил, просто вот вышел на улицу и поехал по всем крупным мужикам. Я приехал сюда, разговаривал с управляющей компанией, там это дело с приняной штыки, как-то не очень активно шли на контакт. Зашел сюда, в апартаменты. Ну, как бы здесь нужно понимать, что это апартаменты, да, и здесь жилой комплекс. Зашел в апартаменты, мне сказали, что здесь 50 апартаментов, и я понял, что это не очень удачный вариант, плюс там администрация была, ну, как-то тоже скептически к этому настроена, и я ушел отсюда. Потом я уже с течением времени начал немножечко менять подходы к поиску. Я делал рассылку по чатам ЖК, вылавливал людей, грубо говоря, да, жителей, просил от их имени как-то разместиться в чате дома, разместил в одном из других ЖК свое КП, и там откликнулась женщина, она оказалась администратором вот этого апарт-отеля. Как бы, видимо, в тот момент, когда я сюда приходил, ее не было, и тут она очень активно восприняла мое предложение, мы приехали, посмотрели, как раз туда вписывалась хорошо стойка, поставили, и тогда я понял, что иногда ожидание, точнее, реальность превосходит ожидание, то есть здесь хорошо пошло. Это именно отельная часть, где 50 номеров, а другие блоки, это уже обычный жилой дом, где люди живут именно. А установившись здесь люди из других блоков, ты предполагал, что будут ходить, ходят ли в итоге? Я надеялся, что так и будет, в итоге оно так и получилось. Ну, по совету жены, сделали штендер, поставили его на выходе с территории комплекса, люди стали ходить местные. Получается так, что подъезды, которые там находятся, сюда люди, они редко доходят. И поэтому те, кто видели штендер, они просто сюда приходили. Ну, в итоге штендер потом под осадками не выдержал, мы его убрали, но как бы люди же, в принципе, знали. А скажи, какой здесь результат? Выручка средняя получается где-то в районе 80 в месяц. Стаканчик здесь стоит 125. Честно, уже давно не слежу на количество стаканчиков в день. Стыдно признаться, да? Я просто смотрю на результат месяца. Вот результат месяца такой. 80 тысяч рублей. Аренда здесь какая? Аренда 5. 5 тысяч рублей. То есть где-то 1040 у тебя здесь чистыми эта точка приносит. Ну, плюс-минус, это если бы я ее обслуживал. А, ну, у тебя здесь помогают? Здесь люди, да. Да, каждый человек. Я думаю, сейчас посмотрим, как выглядит внутри, и, может быть, там продолжим диалог. Здесь у нас 4 бутыля. Как правило, компании, которые возят воду, они в минимальный заказ у них 2 бутыля. Поэтому мы меняем 2 на 2. Здесь у нас стоит разветвитель на 2 бутыля сразу, просто чтобы иметь какой-то запас прочности по продажам. Здесь у нас ингредиенты. Здесь у нас стаканчики. Ну, все, что связано с пластиком и стаканчики. И пластик это трубочки, крышечки. Вот. И я на стойках еще дополнительно сделал такие вот ремешки. Если стойку полностью по максимуму забивать, то мы сюда ставим стаканчики и крышки. Ну, можно добиться, чтобы в стойке было 500 плюс стаканов с соответствующим количеством крышек. Круто. А как часто довозить приходится? Здесь 500, на 500 стаканов ингредиентов хватает. И как часто довозишь сюда что-то еще? Если продажи, вот летом, если продажи идут активно, то где-то раз в неделю. Раз в 10 дней. Ты сказал, что сюда необходимо привозить раз в 10 дней расходники, чтобы пополнять стойку. Да. Твои сотрудники по обслуживанию как часто сюда приезжают? Раз-два дня. Раз-два дня. И как ты непосредственно, давай покажем ребятам, как ты в телефоне смотришь или как контролируешь вообще твой обслуживающий персонал? То есть в WhatsApp мы переписываемся именно по обслуживанию, а в Telegram, просто чтобы не мешать, идет переписка по... ну, связанная со складом, с поставками, с привозом. Как часто заходишь в приложение вообще? Первое время, конечно, заходил там по несколько раз в день. Ну, сейчас это результат дня. Захожу посмотреть, какой результат дня. Либо утром результат прошлого дня. Круто. Давай посмотрим, может, сейчас, как выглядит результат. Давай. Ну, сейчас у нас спад. Выпивайте фейку. Да, сейчас спад, поэтому... Приложение круто. Удобно вообще? Да, приложение, конечно, удобно. Ну, вот моя коммерческая тайна. Вчера, сегодня такие показатели. Ну, как правило, они выше. Просто сейчас... Ну, в Сочи некоторые спад сезона, поэтому будем развиваться дальше. Угу. А по кофейню, как выглядит монитор ТА и связи? Каждую кофейню можно посмотреть. В некоторых даже остатки. Мы на втором нашем объекте. Рассмотрим его. Расскажи, пожалуйста, что за место? Где мы сейчас находимся? Что за локации? Ну, это ЖК изначально. Формат здесь квартиры, бизнес-класс. Я думаю, ну, так как здесь много людей сдаёт, квартира, поэтому здесь можно сказать, что 50 на 50, 50% это отель. В сезон хороший результат, но я надеюсь, что и вне сезона здесь будет примерно так. Ну, как бы повторюсь, мы в Сочи, поэтому сезон здесь это лето. А как вообще выбрали эту локацию? Почему именно её? Как пришёл к тому, что здесь появилась кофейня? Ну, я рассматривал ЖК в принципе, и такие красивые ЖК привлекали, по той причине, что здесь, ну, в целом, контингент платежеспособный, плюс меньше модализма и меньше воровства. Спокойнее просто стойкость будет себя чувствовать. А в итоге арендная ставка какая здесь? Ну, в принципе, средняя арендная ставка, можно сказать, на всех точках это 5000. Везде так? Да, где-то поменьше чуть-чуть, но в целом это 5. Круто. Какой результат здесь? Плюс-минус, как вот на прошлой нашей локации, 80. Ну, в хорошие месяцы там пик это где-то 100+. Расскажи, пожалуйста, какие доработки по стойке тебе, ну, не пришлось, что ты сделал от себя, думаю? Ну, эта машинка, она немножко доработана. Здесь мы сделали дополнительный контейнер в самой стойке для того, чтобы здесь скапливались жидкие отходы. Изначально мы делали так, чтобы туда сбрасывались сухие отходы, мы поняли, что от этого будет много грязи, либо дорабатывать ее нужно, потому что грязь она, ну, то есть сам сухой жмех падает между машинкой и со стойкой. Вот, поэтому мы от этого отказались, потому что, в принципе, внутреннего контейнера на эти продажи хватает. Здесь у нас внутренние доработки. Это мобильный роутер, от которого, ну, как бы, раздается интернет на камеру и на умную розетку. Умная розетка у нас за стабилизатором напряжения. Также у нас стаканчиком закрыто отверстие, потому что, если свет попадает сюда, то у нас вот этот участок трубки, он начинает свистеть. Тогда давай еще посмотрим на управление этой точкой, как ее часто приходится обслуживать. Мы с тобой смотрим на частотность довоза ингредиентов, саму стойку, и как часто приезжает человек обслуживаться. Практически по всем точкам договоренность одна, это раз в два дня приезжать, кроме Барселона. Барселон там каждый день. Все плюс-минус одинаковое. Довоз ингредиентов тоже там раз в неделю, раз в 10 дней. Ну, этим занимается один человек. То есть довозы по всем точкам у нас существует один человек. Здесь у тебя есть возможность следить за продажами каждого напитка. Правильно? Здесь да. Какой здесь самый популярный напиток? Какой вообще топ-3 здесь пьют? За просто последний месяц беру. Капучино-170 первое место. Потом идет у нас банана-гарафета 66. То есть такой сразу скачок. И третья Американо, как это ни странно. Американо. Прикольно. Круто. В самое последнее время чаще стало Американо пить как-то. Круто. Ну, давай тогда здесь тоже выпьем кофейку и поедем к лучшему локацию. Сам как часто на локации бываешь? Ну, сейчас в силу семейных обстоятельств длительное время отсутствовало. Ну, а так в целом где-то раз в неделю, раз в пару недель. Но бывают такие моменты, которые требуют присутствия. И сейчас как раз такой список вопросов накопился и нужно будет езжать там, ну, настраиваться, дорабатывать, конечно. А так ты, по-моему, месяца два не был на точку. Да, два месяца. Два месяца. То есть этот бизнес тебе позволяет даже сейчас уже так построено, что даже не нужно находиться в городе. Да. А теоретически способен построить по всей России? Я бы не думал об этом, раз так все получается дистанционно. В принципе, да, конечно, опыт уже есть в этом плане. Но, да, можно сделать, но это, соответственно, требует определенных усилий, определенных моментов, которые опять нужно будет проходить в других городах. Третья локация. Здесь суперкрасиво, конечно. Нельзя не обратить внимание. Расскажи о ней подробнее. Как нашел, как принял решение открыться здесь? Поиск ЖК. Этот дом очень большой. Виден издалека, плюс он на возвышенности. Обратился здесь в управляющую компанию. Пошли на встречу. Ну, здесь попроще было, чем в прошлом, потому что здесь не было собрания собственников. Поставили, ну, такую табличку информационную с обращением жильца на том, что это тестовый период. Если вам все понравится, понравится продукт, тогда, когда мы останемся, если люди будут против, то мы едем отсюда. Вот, и на этих условиях народ здесь позитивно воспринял эту идею, а мы остались, когда заключили разговор. Какой здесь трафик принял? Здесь немножечко не оправдал ожиданий результат, потому что здесь дом большой, квартир не очень много, поэтому, ну, показатели, ну, чуть ниже средних, скажем так. Какой результат здесь? Здесь результат около 40. 40 тысяч выручки. Это, получается, тоже прибыль на аренду тысяч пять тоже. Здесь поменьше. Здесь поменьше. 3000. 3000 аренда, 40 тысяч выручки, ну, то есть численно где-то 15-20, если без обслуживания. Если, да, я не буду платить за обслуживание. Так здесь с чистыми чуть меньше. Походи за то, что я людей привлекаю. Понял. Планируешь менять или оставлять? Планирую переезжать отсюда. Это худшая локация из всех твоих или есть еще, которые на релокацию у тебя стоят точки? Нет, есть еще, которые на релокацию, но там, так скажем, изначально был временный вариант, чтобы стойка не простаивала после покупки. Угу. А у тебя, получается, какой целевой показатель, где ты говоришь, все, это оставляем? Если будет 80, то оставим. Угу. То есть целевой показатель 80 тысяч выручки, и ты, в принципе, твоя концепция, ты меняешь до тех пор, пока не выходишь на 80. Да. Это строго. Даже пусть прибыли дает, но все равно нужно 80. Да. Прикольно. Интересная концепция. Давай с тобой посмотрим на систему управления. Как вообще ты выстроил работу? У тебя есть, начинал ты, как, по сути, классический владелец кофейни, теперь ты уже вырос до уровня владелец сети кофеем. И как изменилась система управления? Как ты ее выстроил вообще? Как ты ее выстроил вообще? Как бы первое время я сам мотался по точкам. Это отнимало кучу времени, сил и нервов. Вот, поэтому я, ну, общаясь с людьми, познакомился, как бы обратил внимание на одного человека, который меня вызывал доверие и был уверен, что человек справится. Вот, поэтому я попросил помочь. Ну, начал, можно так сказать, расширять полномочия человека на другие точки. Получается, мы с ним уже вдвоем работали. После этого я, как бы, обратил внимание еще на одного парня, молодого человека. и тоже аналогично мы с ним поработали, мне все устроило. И вовсе устроило, как бы на обоюдных таких выверенных условиях. Мы сейчас вот работаем, получается, мне два человека помогают. То есть, есть ты, владелец, и есть два человека, управленцы, которые управляют всей сетью. Больше никого нет в системе. Да. То есть, у вас трое. Трое. Какой функционал у этих двух ребят и какая зарплата, как мотивируешь общения? Получается так, что один отвечает за четыре точки и за склад, второй парень отвечает за три точки. Помимо каких-то договоренностей, я еще сверху, как правило, плачу премию. Ну, и выходит где-то в районе четырех тысяч точка одна в месяц. В среднем, каждый твой человек зарабатывает четыре тысячи рублей с каждой точки. У тебя в итоге уходит четыре на семь, где-то двадцать восемь тысяч за то, чтобы система работала без своего участия. Плюс я доплачиваю за склад. Это тоже плюс-минус те же деньги. И где-то, да, выходит там 30+. Как выглядит твой, твоя неделя, месяц, вот как владельцы на этой позиции? Ну, я слежу за товарными остатками. Мы их вместе подбиваем, конкретно ведем переписку, связанную со складом, с поставками. Там я, когда приходит поставка, я в экселевском файлике все это дополняю. Тогда идет развоз по точкам, тоже в экселевском файле все это подбиваю. Есть как бы чекпоинт, я фотографирую эту экселевскую файл и фотку выкладываю в этот час. Чтобы было видно хронологию поставок и товарного запаса, в принципе. Поэтому, когда я уже смотрю, что пришло время заказывать, я делаю заказ. Ну, как правило, я делаю заказ, грубо говоря, по всем позициям, чтобы сразу охватить. То есть, если там какая-то одна позиция уже на минимуме, поэтому я добиваю все позиции до максимума, насколько этого можно. Сколько времени уделяешь? Мы с тобой говорили, что 2 часа в неделю, это где-то уходит. Значит, в рамках месяца ты занимаешься ключевое пополнение склада и координация ребят, чтобы все работало нормально. И больше тебе ничего не требуется делать. За месяц 8 часов ты тратишь на то, чтобы это все работало, при том, что у тебя есть... Ну, это когда все идеально. Да. Бывают моменты, когда там машинка, ну, какие-то дает сбой. Вот недавно только у нас прям как-то были такие две проблемки текущие. Это одна из них у нас Буллер. Полетела на блютеке. И вторая это у нас на Сайка. Пару запчастей просто сломались в бункере, потому что из-за сырости залежался ингредиент. Машинка просто переломила их. Поэтому сделал заказ, общался с людьми, которые приедут все это настроят, сделают. Сколько на это времени? Насколько это сложно вообще? Технические тонкости часто ли случаются? И как ты оцениваешь, насколько легко их решать? Везде важен человеческий фактор. То есть, если у тебя есть контакты человека, который это может решить, то, в принципе, это не сложно. Просто нужно иметь какой-то запас денег на ремонт нам нужно. А так это не сложно. А какой это процент может быть? Ну, насколько часто вообще требуется что-то ремонтировать? Сейчас я понял, что где-то, наверное, в месяц нужно откладывать 1% именно в ремонтный фонд. Ты много переезжал, много занимался поиском локаций. Расскажи пару ключевых, наверное, рекомендаций, фишек, как вообще ты это делаешь и почему у тебя получается? Ну, настойчивость, то есть, нужно подкопить энергию для этого, то есть, не сдаваться, если тебе там сразу сказали нет. Потому что тот же самый ЖК Покроски, который мы до этого были, сначала, я это не озвучил, сначала там было нет, а нет было в виде секретарша, то есть, я общался, получается, с руководителем через секретаршу. И вот такие люди, они встречаются, и они сначала тебя отживают, по несколько раз приходится просто приезжать напрямую, общаться с людьми, которые принимают решения. Настойчивость, она здесь играет одну из ключевых ролей, плюс, когда ты едешь уже общаться с людьми, глаз на глаз, во-первых, ты должен познакомить человека с продуктом, поэтому я ездил всегда с кофе. Ну, для девушек, это, как правило, был бананный раф, а если ты общался с мужчиной, то это капучино я брал. Вот, и какие-то подарки, они всегда приветствуются, там, тортик, может быть, напиток, какое-то вино, коньяк, в зависимости от того, с кем будут переговоры. Первое время, наверное, я даже немножечко, ну, переживал по этому поводу, по поводу подарков, да, как народ отреагирует, но, как показывает практика, все довольно лояльны к этому и приветствуют даже. То есть, если резюмировать настойчивость в первую очередь, если отказывают первые разы, без разницы, сколько это было раз, все равно продолжаем общаться. При этом даже еще не поставил стойку, просто познакомился, уже принес торт, принес кофейку, принес бутылочку, и лояльность вырастает, вероятность совершения сделки вырастает. Супер. Давай мы немножко затронем тему такую личностную, твоего вообще удовольствия и удовлетворенности. Насколько вообще ты оцениваешь, стала ли твоя жизнь лучше, приятнее, интереснее после того, как ты стал владельцем этого бизнеса? Конечно, когда у тебя столько свободного времени появляется, ты можешь как-то больше уделять внимание себе, семье. во-вторых, ты можешь, грубо говоря, остановиться, подумать и какие-то планы вперед строить, развиваться. То есть, для этого есть возможность, когда ты занимаешься этим. Когда ты, как вот я в прошлом, с утра до вечера ездил на работу, много времени тратил на дорогу, просто у них оставалось сил и даже желания, чтобы там что-то думать не в какую сторону. А сейчас это просто реализуем, эмоциональный, комфортный. Расскажи, какой у тебя дальше план вообще, что дальше планируешь делать? Первое, что хочу сделать, это, конечно, подбить итоги, выявить локации, которые требуют переезда. Но уже предварительно, конечно, есть с анализом этот счет, с нескольких точек. Буду искать новых, плотно сейчас этим займусь. Но скажу честно, когда уже за плечами есть пассивный, можно назвать его пассивным, да, отчасти с точным доходом, комфортнее этим заниматься. Сейчас я даже, так скажем, с удовольствием приступлю к этому, нежели это было на первых порах, потому что тогда прям это занимало все время, все эмоции, сил. Сейчас, я думаю, это будет попроще и поинтереснее. Так, то есть ты сейчас первый, это релокации? Да, релокации. А дальше планируешь ли двигаться, развивать еще больше, делать сеть кофеев? Да, когда этот процесс уже будет настроен, когда я буду уверен в каждой точке, тогда я буду уже в этом случае скорее всего это будет реинвест и буду расширяться. Какая цель вот если ты так на полгода поставишь, на годик, может быть? Если говорить в кофейнях, ну я надеюсь это плюс два, а если говорить по выручке, ну хочется сделать миллион. Ближайшая цель миллион, круто. Ну я надеюсь, что получится. дай бог. Здорово. Хорошо, поехали на следующий этап. Четвертое место, где мы остановились, это Барселона Парк. Скажи, пожалуйста, подробнее про эту локацию. Здесь конкретно сначала контакт был через электронную почту, то есть смотрел на здание, смотрел контакт, управляющая компания писала и после этого телефонный разговор с заинтересованностью и приехал уже разговаривать. Но здесь большой плюс того, что это апартаменты, то есть здесь согласование с собственниками не требуется, то есть управляющая компания в принципе сама применяет решение. Какой здесь результат? Ну это топовая стойка, поэтому здесь результат в сезон 200 плюс. Ну сейчас спад идет, там только заметный спад, но все равно очень хороший результат. Ты сказал, что здесь помимо местных, во-первых, скажи, сколько здесь квартир, на что расчет был, здесь еще есть уличный трафик. Расскажи про вот эту особенность локации. 100 плюс квартир, там 120, по-моему, я точно пока не могу сказать. Вот, как правило, ориентируясь даже на статистику take and wake, там 10% трафика, 10% конверсии, плюс изначально я все равно думал, что уличный трафик тоже будет участвовать, но получается так, что весь уличный трафик, он может быть даже 50% на себя берет, то есть здесь, если учитывать 10%, если в стаканчиках, ну здесь сколько там, 30, плюс стаканчиках в день, 12% и остальные все на уличный трафик, и мы на этом решили сыграть, с супругой мы сделали штендер, так же, как в атмосферопарк, и ставим его на улице, я с охраной договорился, и ребята помогают мне в этом, выбирают, если идет дождь, как раз сейчас под крышу заносит. Скажи, пожалуйста, здесь мы видим светящуюся вывеску, вот этот опять красивый визуал, как считаешь, насколько, если бы не было телевизора, вывески, эта светящаяся, конверсия была бы выше, была бы такая же? Короче, еще раз хочу обратить внимание на визуальную составляющую, насколько она дает тебе доп. результат повышенную конверсию? 100% уверенности, что это дает результат, потому что судится именно эту вывеску, видно конкретно, что это, это кофейня, поэтому люди, которые идут мимо, они заходят и покупают кофе, плюс, ну, когда утро, еще такая погодка, пасмурно немножко, либо это вечер, это еще сильнее выделяется, вот, и это повышает конверсию, ну, и плюс телевизор, в общем, вот это вот свечение яркое, оно должно привлекать на кисть. расскажи про маркетинг, ты чем-то, какие-то проводишь, может быть, дегустации, проводил ли здесь какой-то запуск, вот этот же тендер, как тебе в голову пришел, что ты делал, с точки зрения привлечения аудитории, или это само работает, и я немножечко, наверное, неудачно провел маркетинг по Москве, очень сильно активно проводил его и не получил должного результата, поэтому я после этого как-то поутих к маркетингу, и сейчас я не провожу его, если говорить о дегустациях, о помещениях, более такими конкретными вещами занимаемся, это штендер, но тема штендера, она пришла в голову и мне, и моей жене, поэтому, поэтому это ее идея целиком и полностью. Круто, ну, и штендер, он зарекомендовал себя, то есть сравнивал вообще до и после установки штендера, то есть такие вещи нужно делать, они повышают результат. Да, они повышают результат это прям точно, потому что мы ставим вот этот штендер конкретно, здесь идет потоп на море, из моря, и штендер прямо на пути стоит, то есть человек видит, он падает в поле озарения. Честно, я не анализировал, как бы стоимость штендера, она не такая высокая, поэтому я думаю, не стоит даже сильно заморачиваться над отчетом, что он может быть подключен к уровню 3 тысячи. А ты говорил, что у тебя есть склад, и он, по-моему, находится здесь. Да, он находится здесь. Сможем посмотреть его? Да, отлично. Супер. Тогда пойдемте смотреть этот склад. Здесь у тебя склад. Как вообще получилось так, что и кофейни, и склад в одном месте тоже дала управляющая компания? Ну, тоже получается органически к этому пришел, уже анализирует, думает, где можно поближе, так, чтобы было удобно, и ну, человек приезжает забирать ингредиенты, чтобы это все было комфортно в плане транспортной доступности. Подошел к управляющей компании, задал этот вопрос, сказали, да, есть такое место, вот, я просто понял, что это идеальное место. Какую аренду тебе предложили за это место? Как часто пополняешь склад? Ну, где-то, получается, два раза в месяц закупка происходит. Два раза в месяц все приходит сюда, получается, на две недели ты регулярно закупаешься, на две недели вперед. Да. Круто, на все кофейни здесь все хранится, а отсюда уже нагружается. А, могу сказать про некоторые нюансы, которые вылезли в процессе эксплуатации, скажем так. Первое, это, такой прям конкретно, такая конкретная была проблема, это влажность. В Сочи летом влажность просто растет до космических размеров. Я купил осушитель и купил, не знаю, как его назвать, забыл. В общем, приборчик, который измеряет влажность. Специально, чтобы коррелировать, смотреть, где обманывать. И получилось так, что вот этот приборчик, он более реальный показатель у него, и там летом влажность доходит до 70 плюс процентов. То есть, здесь просто невозможно находиться, здесь в бане. и поэтому осушитель как бы выручал, но он молотил круглые сутки. Пришлось купить вот такую бочку на 100 литров, и вот эта вот тележечка, она нас спасала. То есть, когда заполняется, отвозим, выливаем эту бочку, это происходило там раз в два, в три дня, то есть, просто вода здесь, можно было, наверное, заправлять стойки этой водой. Обалдеть. А сейчас 44 градуса, ой, 44 процента влажности, она прям, сказать, что так вот, это проблема. И пришлось поставить вентилятор, который как-то здесь создает циркуляцию воздуха. Я смотрю, и камера здесь тряна, чтобы наблюдать, что все здесь... Да, ну, как бы, все равно же, ключик, ключик не только у меня, управляющая компания, до этого здесь тоже другие люди они давали, ну, так для подстраховки, просто для спокойствия. Как тебе наше зерно? Супер. Супер. Это я, честно скажу, взял для, ну, для администрации, в других ЖК, там, обращал, вот, и что-то осталось, сами дома пьем. Класс. Здорово. То есть, еще наше зерно дома завариваешь? Да. Просто кофейный император. Да. Кофейный куча и дома тоже кофе класс. Супер. Здорово. Давай, наверное, на этом заканчивать, не будем уже ехать в другие локации, в целом, все понятно, это классом жилых комплексов, мы посмотрели с вами склад, посмотрели, как все выглядит, просмотрели, как работает, как выглядит день, неделя, месяц, владельцы сети кофеен. Да, какую-то, может быть, рекомендацию, какие-то, может, три совета нашим партнером, потенциальным партнером, каким бы он мог от себя такого уже мастодонта этого бизнеса. Это все, наверное, говорят, но это прям, это очень важный момент, просто не бояться. Вот если у тебя есть какая-то идея, если ты хочешь сделать шаг, тут нужно его делать, потому что, когда ты оказываешься, ну, условно говоря, в каких-то экстремальных условиях, это, конечно, нельзя назвать экстремальным, ну, в целом, ты сразу мотивируешься, у тебя какой-то заряд бодрости внутри появляется, и ты действуешь просто, чтобы найти какие-то выходы, ну, в тех или иных трудностях. Это не проблема, это трудности, которые всегда будут. Поэтому нужно не бояться и делать шаг. Пусть там будет покупка кофейни или еще какой-то, ну, нужно его сделать. Супер, круто. Спасибо большое за интервью. Я был очень рад провести этот день вместе с тобой. Ребята, пишите обратную связь, как вам наш выпуск, и вам всем удачи. Не бойтесь, действуйте. Все у вас получится.